Привет, мои дорогие! Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях. А меня зовут Лена и добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хэнд Мэйд. Сегодня у меня будет вышивальная соляночка. Вышивальная соляночка такая не очень большая, потому что именно сегодня я не буду вам показывать свой большой набор вечерний, который я вышивала, потому что я, касаемо его уже, если говорить, я сняла отдельное видео, потому что это был мой секретный старт, новый старт. Я решила, что сниму видео отдельно по нему, так что я не показываю сегодня. Вот, видео можно будет посмотреть у меня на канале. Так, значит, что буду вам показывать? Буду показывать вам мелочевочку, стартики, финишики. Ну, тоже они очень симпатичные, такие достаточно миленькие, я надеюсь, вам понравятся. С чего я хотела бы начать? Начну-ка я вот с этой работы. Это моя сплюшка от фирмы Риолис. Алмазная живопись, работу, которую я вот недавно завершила, решила оформить, потому что, если честно, я не знала, куда мне эту алмазку деть, куда повесить, так не повесишь, положить, ну, куда положить, я не знаю. Короче, я решила ее оформить. Что касаемо уже вот непосредственно процесса. То есть, в принципе, все очень даже неплохо. Единственное, что был косяк такой небольшой. Я, по-моему, где-то вот здесь вот рукой прижала, по-моему, с этой стороны. А вот это такое чувство, то, что когда я руку, собственно, от клеевой основы отодрала, у меня вот такое было впечатление, то, что я и отодрала весь клеевой слой. Ну, в общем, это был какой-то косяк, это было какое-то удивление, потому что даже в фикс-прайсе, да, вот когда мы покупали эти работы, алмазки, такого не было. Вот это меня, конечно, очень удивило. В общем, я кругом, ну, короче, с краю все заклеила там, где могла клеить, потом клеем обычным намазала и приклеила алмазные вот эти стразинки. Ну, вот так вот у меня и была, ну, как бы решена вот эта проблема. Ну, хорошо, не хорошо, конечно, все это, то, что я вроде как это все решила, вроде как все завершила, это, конечно, хорошо. Но вот этот вот малюсенький косяк, вот такой вот, да, вот такая вот неприятность, это не очень здорово. Но результатом я очень довольна, мне очень понравилось. В Элберисе я и рамочку купила, вот оформила. И у меня эта работа стоит на столе, я думаю, ну, пускай стоит, ну, буду, так сказать, смотреть, любоваться, радоваться. Она очень такая малюсенькая, совершенно, я не знаю, сантиметров, наверное, 10 на 10. То есть ничего прям такого нет, но работа очень классная. По крайней мере, вот, мне нравится. Ну, и не только мне, конечно, и моим понравилось, но самое главное, мне понравилось. Вот это самое-самое-самое главное. Что я хотела бы вам еще показать? Я чуть-чуть попозже буду показывать. Нет. Ну, стартики, конечно, стартиками. Ой-ой-ой, там что-то у меня. Смотрите, что я вам хочу показать совсем недавно. Я заказала пяльца, вот такие вот малюсенькие-малюсенькие, нурги. Они сам по-маленьким. Вайлберис. Зачем? Заказала. Заказала я их для того, чтобы... У меня, кстати, голосование было в Инстаграм. Девчонки активно все голосовали. Вот у меня есть три наборчика. Я тоже показывала видео, когда покупки у меня были. Вот эти три набора, плюс я еще купила рамку конкретно для того, чтобы отшить три набора и вставить их в эту рамку. Вот. Но как бы их три, и очень сложно на самом деле вот так понять, какой бы набор больше хотелось бы отшивать. И я решила маленькую такую голосовалочку сделать. Все, ответ уже получен. Пока секретик, но скоро я начну вышивать этот процесс. Есть у меня еще одни пяльца нурги, но они чуть-чуть побольше, чем вот эти. Они как бы и не подойдут, соответственно, к этому набору. Вот. И я решила приобрести малюсенькие. Но что-то как-то они из Вайлбериса очень долго шли. Вот. Я думала, конечно, придут они значительно. Побыстрее, быстрее. Но, к сожалению, не получилось. И поэтому вот эти процессы у меня лежали и ждали, так сказать, того момента, когда будут пяльцы. Потому что не видела я смысла начинать вышивать. Вот. Конечно, вот единственный момент. Надо посмотреть, нет ли случайно где-то перенабора для саги. Было бы очень-очень-очень-очень здорово. Ну, в общем, это в моих, таких, знаете, ну, как бы ближайших, не ближайших. Но, в принципе, я, скорее всего, скоро начну. Но когда точно, я не знаю. Вот. Так что я купила. Есть у меня, знаете, еще что я сейчас вам покажу. Я уже тоже показывала. Показывала картинку. Сейчас я показываю уже оригинальный, так сказать, наборчик. Это Long Stitch от фирмы Reolis. Вот. Одна у меня работа есть. Тоже показывала, когда показывала покупки. Она показывала фотографию. Все показывала, 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 показывала. Вот. Смотрите, здесь... Где она? Где? Что-то основу тут не видать. А, вот она, вот она. Это Старамин, не Старамин называется. Вот. Так, что-то мне кто-то прислал, что ли. Вот. Смотрите. Шерстянками вышиваются длинные стежки. Есть у меня готовая работа. Вернее, сейчас она, конечно, уже не у меня. Я сделала малюсенький магнитик и подарила его родителям. Очень миленькая. Мне очень сильно понравилась. И я не могу сказать то, что как-то, знаете, мне бы не хотелось вышивать еще одну работу. Ну, мне что-то вот как-то захотелось. Думаю, пускай у меня тоже такая будет работа. И вот я взяла и вышила ту работу. Взяла, приобрела еще. Это хочу сказать то, что я эту вышила. Но я пока ее не вышила, скоро вышлю. В общем, там мне понравилось очень. Мне вообще понравился этот процесс вышивания. Ничего сложного, конечно, нет. Но неправильно, видите, хотела сказать вышила. Я еще не вышила, хочу вышить. Надеюсь, когда-нибудь в ближайшее время я скажу. Ничего тут сложного нет. В принципе, тут дело, я не знаю, нескольких часов. Вот, честное слово, просто вообще элементарщина. По-другому сказать я не могу. Что я, кстати, потом буду делать с этой работой, я не знаю. Потому что, смотрите, ее размерчик 6 на 6 сантиметров. То есть, это вообще, это даже меньше сплюшки. А вот, говорю, очень интересно, если делать вот из таких вот работ, допустим, магнит. Потому что основа не пластиковая. Я думаю, то, что это, наверное, скорее всего, просто... А, ну, я же говорю, смотрите. Сторомин 13 каунта с напечатанным рисунком. Тра-та-та-та-та. Нитки, шерсть, акрил. 8 цветов. Ну да. Очень каких проблем нету. В общем, я не знаю, к чему я вот все это говорю. К тому, что, скорее всего, я, может быть, в ближайшее время планирую начать вышивать эту работу. Ну, там, в принципе, мы посмотрим. Самое интересное, что... Буду я еще, кстати, показывать потом одну из своих работ. Но мне надо ее принести, потому что она у меня на кухне лежит. Вот. Я тоже покажу. Это тоже еще одна интересная работа. На самом деле, только она не такая малюсенькая, конечно, как вот эти работы, но и техника, кстати, другая. Это у нас алмазная живопись. Покажу вам папуи. Сейчас я вам, знаете, что покажу? Сейчас достану. Есть у меня вот такая папулька. А вот в этой папульке, по-моему, нету бисерутки. Замечательная, великолепная работа от Милхила. Милхила или Милхил? Милхила. Милхил. Ну, да ладно. Я не считаю то, что, конечно, это прям очень-очень важно. Вы, кстати, можете сейчас увидеть, сколько у меня осталось бисер из этого набора. Бисер очень классный, очень красивый. Здесь такой малюсенький. Я уже неоднократно говорила. Это бисер, который я называю ювелиром. И мы с вами чуть-чуть посмотрим. Вот так вот, как всегда, я вышивала, расчертила по 100 клеточек, квадратики и зачеркиваю. Вот здесь, кстати, вот этот вот листик я вышила. Единственное, что я бы вышила, допустим, вот и за час. Но я просто, как обычно, отвлекалась на другие дела. Дело было выходные, поэтому то одно, то другое. Не всегда получается просто взять и повышивать. Ну, вот вторая часть этой работы. Малюсенький листик, который вот здесь вот вы можете увидеть, я вышила очень-очень быстро. Вот потому что я могла бы вышить еще, в принципе, быстрее. Но я даже так, отвлекаясь, вышила тоже быстро относительно. Потому что нельзя, конечно, сказать то, что здесь как-то очень проблемно вышивается. Вот, кажется, маленькие работки, да, вроде как. Ну, это миниатюрочки. Много миниатюрок мы вышиваем. Ну, я вышиваю миниатюрок. Например, допустим, от МП Студи. Вроде малюточки такие. Ну, ничего особенного тут, в принципе, нет. Но все равно они идут как-то в своем процессе немножечко, я не знаю, помедленнее. Вот здесь такого нет. Здесь вообще просто почему-то идеально вышивается работа от Милхела. Но я еще раз говорю. Если вообще смотреть, я вышила быстро. Но если бы я еще не отвлекалась, мне кажется, то, что мой процесс еще быстрее бы шел. Ну, я не знаю, почему так на самом деле получается. Ну, хотя нет, что я могу сказать. Так получается потому, что вечно на что-то отвлекаюсь, тем более выходной день. Но все равно, если подвести итоги, работа вышивается очень легко, очень-очень быстро. Каких-то вот прям, знаете, ну, я не знаю, малюсеньких таких загвоздочек, каких-то проблем непосредственно при вышивании нет. Кстати, вот эта вот основа для вышивания, да, несмотря на то, что она меня, конечно, если честно, маленечко так подбешивала, я неоднократно об этом говорила, вот уже, ну, не только в этом наборе, так как это мой второй уже набор, который я отшиваю вот из миниатюрочек, да, от Милхела, а у меня это как-то вот основа, она меня все-таки покорила, она мне нравится, и проблем при вышивке я вообще не... Вот в данном, по крайней мере, вот в данный момент у меня нету. Вот честное слово, мне нету, у меня устраивает, да, она малюсенькая, наверное, просто поэтому ты ее не так постоянно пиркаешь руками, не постоянно куда-то убираешь. Одно дело, там большая работа, вот в 4 раза, да, считай, больше, чем вот это. Вот это ты постоянно вышивешь, это потом вышивешь. Вот это еще, кстати, когда я вышивала полицейский участок, да, там вышивка была, крестики в 3 нитки. Это вообще, конечно, охренеть. Это очень, это вот в 3 нитки, я говорю, это а-ля Dimensions, тоже полукресты в 5 ниток, кресты в 3 нитки. Ну, то есть так, как бы нельзя сказать, что это уж очень-очень так, знаете, легко вышивается, но, в общем, конечный результат меня вообще просто покорил, мне очень-очень нравится, маленький такой восклицательный знак, скоро у меня будет еще парочку игрушек, но об этом уже буду позднее говорить, когда они ко мне приедут. И самое-то, что главное, я вам сейчас покажу, что же получилось. Ну, это просто великолепно. По-другому сказать не могу. Это великолепно у меня получилось. Вот, положила, блин, нифига ничего не показываю. Вот что у меня получилось. Вот они, два листочка, которые, кстати, единственное, что я пока не скрепила, я еще раз хочу сказать, я не знаю, буду я один к другому приклеивать, или я буду пришивать. Я пока не знаю, но, как вы видите, я пока еще даже ничего не вырезала. Вот есть такие, знаете, малюсенькие доработки, которые надо будет сделать, но это попозже немножко я сделаю. Вот, и буду собирать. Вообще, изначально в комплекте, я все покажу, был магнитик. Магнит, кстати, очень хороший, такой достаточно большой, не то, что магнит, который, знаете, в некоторых наборах, которые я вышивала, лежат малюсенькие такие, знаете, которые можно еще взять и разрезать. То есть, такой прямоугольный магнитик, да, который гнется, разрезает на 4 штучки, потом приклеить к игручке пластиковые, и получится магнитик на холодильник. Ну, это нифига подобного, здесь такого нету, потому что здесь магнит, мягко говоря, вообще, ого-го, смотрите, какой большой. Вот так, вот такой магнитик есть. То есть, изначально, скорее всего, это, наверное, планировалось, чтобы был сделан магнит на холодильник. Что я скажу о себе? Я пока что еще не знаю. Может быть, я и сделала магнит на холодильник. Давайте с вами чуть-чуть поближе. Я надеюсь, вам... Вот так. Немножко, видите, я подпортила. Во! Вообще, очень красиво. Я даже не могу ничего другого сказать. Очень красиво получилось. Результат вообще, он меня, мягко говоря, просто покорил, потому что, ну, я не знаю, идеально. Очень приятный процесс. Очень приятный процесс, который не доставляет вообще никакого неудобства. Все, в идеале получилось 5 с большими двумя плюсиками. Что будет в дальнейшем, я пока не знаю. Может быть, игрушка, а может быть, это будет магнит на холодильник. Идея, конечно, по поводу магнита тоже хорошая, но там мы посмотрим уже. Так, и знаете, что я еще хотела вам показать? Хотела показать, сколько ниточек осталось. Ниток кладут вообще, на самом деле, очень-очень много. Посмотрите. Здесь у меня нитки были прикреплены к такому органайзеру. Мне это очень удобно. Вот. Ну, чтобы уже как бы не это, я их особо не расправила. Вот такие вот ниточки у меня есть. И осталось, я еще раз хочу сказать, достаточно много. Зачем столько ниток положили, правда? Если честно, я не знаю, но, ну, как есть, как есть. Вот много ниток, это очень-очень-очень-очень-очень-очень здорово. И бисера осталось тоже достаточно много. Как-то вот особо, ну, я не знаю, думать, куда его деть, я, наверное, не буду. Скорее всего, я его куда-нибудь просто уберу, только в отдельную полочку, в отдельный пакетик, потому что, ну, как сказать, потому что это бисер, он милхиловский, да? То есть это немножко не такой бисер, он такой более изысканный, более дорогой, цивильный. Короче, я положу в отдельный пакетик, чтобы у меня был вот маленький пакетик, где вот только милхиловский лежал, вот только так и никак по-другому. Ну, вот так вот у меня получилось, очень симпатично, очень-очень-очень-очень классно. Мне нравится, ничего другого сказать не могу, мне нравится очень-очень сильно. В общем, куча положительных эмоций вот уже непосредственно по поводу вышивки данного набора. Что я хочу вам еще показать, кстати, это вообще на самом деле вообще уже процесс, законченный 350 миллионов лет назад. Вот, это Дед Мороз от Dimensions вышивка на пластиковый конвейер. Как вы видите, до сих пор я ничего не закончила. Почему? Я не закончила, не знаю почему. Мне надо сделать петелечку. Эту петелечку... Слушайте, если я смогу долезть... Нет, наверное, не смогу. В общем, эту петелечку я буду делать с помощью замечательного, великолепненького, красненького бисера, который я нашла. Я сделаю, ну, то же самое, как и в Мумхиле, в принципе. Такую петелечку с помощью бисера. Вот, не просто там какие-то ленточки там или еще что-то. Вот, и вот будет работа готова. Тогда она будет вырезать, потом муж мне приклеит фетр и получится еще одна игрушечка к Новому году. Классно! Мне очень нравится, как получилось. Ничего вот прям такого, что меня, допустим, как-то подрастроили, то, что не понравилось, здесь нет. Единственное, что я могу заметить, то, что, скорее всего, надо эту работу немножко постирать будет. Обязательно. Вот. Так что, это я просто так сейчас показала вам. Надо завершить. Все никак. Блин. Никак все это не сделала. В общем, вот это мой замечательный Мумхил. Ну, и последнее, то, что я... Ой, не последнее, вру. Предпоследнее, то, что я хочу вам показать. Совсем немножко, совсем небольшие продвижения в моей замечательной розочке от волшебной стороны. Это еще один цветочек, который я выкладываю. У меня один цветочек совсем недавно был сделан, ну, завершен, вот, желтенький. И один цветок, тоже розочку, я делала, она была еще, наверное, года полтора назад у меня готова. Ну, примерно вот так. В общем, мне очень понравилось. Не очень много, конечно, я времени трачу на вот непосредственно вышек этого набора, как и, в принципе, это все уже касается всех моих наборов малюсеньких. Вот. Ну, потихонечку вышиваю. Что могу сказать? Мне нравится. Мне очень, очень, очень нравится. Доставляет действительно большое удовольствие. Во-первых, моя любимая пластиковая, господи, деревянная основа. И бисеры, и нитки. Короче, все в идеале, как обычно. Так что это еще один процесс, который у меня сейчас есть. Я не знаю, когда я закончу, но буду потихонечку стараться это все сделать. Так. И самое такое, мы сейчас немножко с вами замотаем вот так вот ниточку. Блин, уже тут положить-то некуда. Столько барахлишко тут лежит. И самое, наверное, такое последнее, то, что я хотела вам показать, это последний, последний. Это набор очень замечательный от фирмы Белоснежка. Но это набор не для вышивания. Это наборчик вот такой вот классный, 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 классный. Это алмазная живопись. Тигрик, которого я с большим удовольствием выкладываю. И, конечно, надо посмотреть, потому что очень-очень красиво. И как-то вот каждое утро, когда я пью кофеечек, я с большим удовольствием занимаюсь непосредственно этой работой. Мы сейчас с вами ее посмотрим. Только я сейчас ее схожу, перенесу с кухни. И я надеюсь, вам это понравится, потому что вообще получается симпатично. Единственное, что работа достаточно большая, там где-то 20 на 30 сантиметров. Сколько я буду выкладывать, я не знаю, но потихонечку я этим занимаюсь. Никуда не тороплюсь. Там, как говорится, посмотрим. Но самое главное, процесс нравится, все устраивает. И я надеюсь, продвигаться он будет очень-очень хорошо. Давайте посмотрим. Ну все, я принесла. С кухни могу наконец-то вам показать. Вы посмотрите, как красиво получается. Как и обычно. У меня здесь квадратные стразинки, абсолютно ничем не отличающиеся от тех страз, которые, вот, к примеру, в грани. Или те стразы, которые у меня были, когда я выкладывала свою свадебную, вот, алмазную работу. Ну, все то же самое, ничего прям такого нету. Посмотрите, как красиво получается. Вот здесь у нас уже, по-моему, это трава, что ли. Сейчас посмотрим. А, ну да, вот, смотрите. Здесь трава, и чуть выше начинается уже, наверное, это хвост мамашки. Мамашки-тигрихи. Тигринки, тигринки. Вот. Ну вот, вы можете посмотреть, сколько я вот уже на данный момент выложила. Мне нравится. Мне нравится. Вообще, в принципе, выкладывать все очень даже неплохо. Вот, то есть, клеится неплохо. Единственное, что бывает, конечно, вот здесь маленечко немножко стразинки плывут. Но я думаю, то, что надо будет, конечно, выровнять потом уже. Вот, и приобрести рамку для того, чтобы эту работу все-таки запихнуть в какую-нибудь рамочку. По-любому. Работа красивая, очень-очень красивая. Кстати, в Альберисе я сейчас вот заметила, ну, как сейчас. Не совсем сейчас, некоторое время назад, когда я смотрела, наверное, вчера или позавчера, вот, там очень много рамок появилось, очень много. Вот, прям, если сказать, уже целая куча, вообще, это еще мало сказано. Ну, очень много рамок, очень они красивые, все совершенно-таки разные. Вот, и, если что, я думаю, я подберу обязательно для оформления. Ну, вот, посмотрите, каждое утро, интересно, бликует, не бликует, не вот так вот. Каждое утро, когда я прихожу на кухню, когда, там, мелкому делаю какао, там, или завтрак разогреваю, ну, вот, я пью кофе и выкладываю. Эта работа, она у меня так и лежит, в принципе, на кухне. Единственное, что, ну, так как она большая, у меня там лежит книжка, ну, вот, большая, и я вот в эту книжку, она тяжелая, в самый низ, на последней страничке я кладу эту работу, вот, закрываю, тут даже ключ к схеме кладу, и вот она у меня, ну, либо куда-то ставлю, там, либо еще куда-нибудь затыркиваю, потому что работа, еще раз повторяю, как бы, она не такая малюсенькая, чтобы можно было, типа, как спрятать и не видеть. Ну, вот так вот она у меня на кухне хранится. Иногда, когда, например, я готовлю, да, что-то сижу на кухне, и, ну, не всегда у меня есть возможность, к примеру, там, убежать куда-нибудь, например, там, не знаю, в комнату посидеть, повышевать. Я на кухне хоп достаю и клею. Потихонечку у меня все получается. Сегодня утром я приклеивала вот эти вот стразики черным цветом. Вот, запомню сначала здесь, а потом пойду еще вот здесь. Конечно, ну, желательно будет здесь черненького приклеить, но я думаю, то, что у меня, если будет время, скорее всего, я это и сделаю вот здесь. У меня сегодня... Да, у меня сегодня много готовки, как обычно, вот, потому что начало недели, надо покушать, там это все сделать. Вот, готовки достаточно много, я думаю, поэтому у меня будет возможно, чтобы я немножко посидела и поклеила, надо подумать, что мне надо сегодня приготовить поесть. Вот, вот так вот, вот так вот у меня получается, вот так вот красиво. Ну, в общем, мне нравится, ничего сказать не могу, мне очень нравится. И с большим удовольствием я этим занимаюсь. И, конечно, я надеюсь на то, что эту работу я закончу до конца 21-го года. Ну, с чем? Октябрь, ноябрь, декабрь, я думаю, то, что я все-таки сделаю. Да. Короче, много всего интересного. Интересного. Вот, еще знаете, что самое такое интересное? Ну, не то, что самое интересное, а самое такое непонятное. У меня такое ощущение, не знаю, может, блин, не знаю, короче. Может быть, у меня, хотя не знаю, может, не то, что у меня, может, так у всех, конечно. У меня такое ощущение, что время очень быстро бежит, и как будто я ничего не успеваю. Вот, утром встаешь, вроде встаешь, это в 7 часов, да, казалось бы, рано, а тут хоп-шлеп, хоп-шлеп, уже 3 часа, все, надо покушать, надо уроки сделать, тут и все, вечер, опять лили спать, и все. И как будто не хватает времени вообще ни на что. А так много всего хочется, знаете, хотя бы вот элементарно, вот работа повышевать, да, вот мы говорим о рукоделии, вот, и читать хочется, потому что понимаешь то, что нифига, блин, не читаешь, вот, а надо как бы и читать, чтобы более грамотно. Кстати, я вам покажу, какие у меня классные ножницы есть. Вот, и читать как-то вроде и хочется. Ну, короче, блин, горелый. Хочется все, но абсолютно, вот, честное слово, нифига ни на что времени, он просто не хватает. Вот, это вот вечная проблема. Я так вам говорю о том, что... Кыш, не кричи мне тут. Вот, я вам сейчас говорю о том, что вот, наверное, типа того, я успею. А вот я не знаю, успею я так это все или не успею, допустим, к Новому году. Тоже очень много всего хочется и сделать. Короче, много всего хочется. Не знаю, как, в принципе, у меня все получится. И на этом, моя хорошая, буду я уже сворачивать съемку этого видео. У меня такое все красиво. Сейчас пойду пофотографирую, короче. И надо уже отправляться готовить, кушать. Время без 22. Тимофа скоро придет домой. Я была вас очень рада видеть у себя в гостях. Огромное спасибо за то, что вы зашли. Если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, добавляйте друзья в контакт. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, там много всего интересненького. Кстати, в 2 часа я разместила, по-моему, только одну публикацию. Вот так, вот время, потому что, блин, то на одно, то на другое. Вот. Значит, что хочу сказать. Сегодня у нас понедельник, так что хорошая рабочая неделя. И самое главное, мои дорогие, не болейте. Не болейте, потому что ковид, он вообще какая-то какашка, которая появилась в нашем мире. Вот. Будьте живы, здоровы, любите себя и своих близких. И вообще пусть у вас все будет хорошо. Я еще раз хочу сказать, я была вас очень рада видеть всех. Я вас целую, всех люблю. До встречи на моем канале чуть-чуть попозже. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok